Добрый день дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал посвященный боксу и прекрасный баритон Майкла Баффера знаменует очередной бой который мы с вами сегодня посмотрим на наших с экранах вновь вновь и вновь Артура Гатти звезда прошлого боксера ставивший неизгладимый след в боксе знаете о величии боксеров можно говорить наверное по такому показателю как упоминание в медиа в СМИ да и просто в памяти людей после их смерти сожалению Гатти с нами уже нет вы все знаете о его трагической смерти запутанной непонятной и вот не так давно была очередная годовщина годовщина того как Гатти покинул нас и знаете по всплеску новостей по активности в социальных сетях в СМИ вообще в интернете в целом в печатных СМИ на телевидении Гатти упоминался так часто в этот период что по этому показателю его пожалуй можно сравнить с Мухаммеда Мали казалось бы насколько не похожие боксеры как вообще можно сравнивать этих двух бойцов но вот по показателю популярности Гатти ну не побоюсь сказать наверное находится на одном уровне с Мухаммеда Мали вы можете со мной не соглашаться можете соглашаться но я говорю то что вижу хотя конечно как боксеров сравнить их было нельзя ну и раз уж все вспоминают про Гатти вот и я решил освежить вам память одним интересным боем боем который вы вообще вряд ли смотрели вот этот вот серьезный парень на ваших экранах сейчас его представят нам Леонард Дорин или Леонард Дорофтей он румын двухкратный призер олимпийских игр золото не брал брал бронзу дважды а также имеет за одну теперь золотую медаль на чемпионате мира очень хороший очень сильный был любитель за 250 боев у него было в любительском боксе действительно был очень качественный и сильный любитель как он выступал в профессионалах мы с вами посмотрим и сейчас вместе обсудим ну а сейчас представляет его того ради кого мы собственно сегодня собрались Артура ну вот пожалуй никто не может представить лучше Артура Гатти чем Майкл Баффер да Артура Гатти Артура Гатти по прозвищу Гром действительно это был Гром в ринге Гром в жизни постоянно попадал во всякие неприятные ситуации вне ринга был в драках пытались его грабить в общем то чего только не случалось с этим боксером ну и в ринге Гатти очень быстро стал любимчиком публики по уровню обожания в Америке его наверное можно сравнить с Эвандером Халифилдом Халифилда все тоже очень сильно любили проигрывал выигрывал те бойцы которые располагают очень сильно к себе вот и Халифилд и Гатти Халифилд располагал за счет своей скромности трудолюбия а вот Гатти за свой неукротимый норов совершенно неповторимый норов это лев это действительно был Гром в ринге это принесло ему славу это вознесло на олимп бокса это его с этого олимпа собственно и скинуло все-таки далеко не со всеми бойцами можно исповедовать тот стиль боя который исповедовал Гатти как вы знаете наверняка у Гатти случались в карьере моменты когда он попадал на звезд уровня там Оскара Далахои Айвана Робинсона Флойда Мэйвезера то есть ребят совершенно высшей лиги и конечно с ними вот такой прямолинейный стиль Гатти он но он был бесполезен прям скажем против бойцов такого калибра это не работает но вот против бойцов уровнем пониже то что делал Гатти в ринге его напор его бесстрашие довольно тяжелый удар по крайней мере в начале карьеры они делали свое дело и Гатти набил больше 30 момент этого боя побед многие из которых закончились нокаутом но тут надо сделать уточнение несмотря на то что Гатти считался нокаутером где-то за середину после середины примерно своей карьеры когда количество боев привалил там за 25 нокауты у Гатти они как-то в большей степени сошли на нет не там конечно бывали нокауты но зачастую это в боях с бойцами уровень которых был значительно 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 ниже с более-менее равные противниками Гатти уже не заканчивал бои досрочно но это понятно поднимается поднимался по весовой категории всю свою карьеру и конечно в более тяжелых весах его удар уже не нес себя столько мощи как ранее Гатти начиная свою карьеру как заправский рубака не боксер он был боец в ринге да вот есть боксера есть бойцы вот Гатти был бойцом он выходил не боксировать он выходил драться и у него это весьма и весьма неплохо получалось за счет как я наверное повторяю за счет своего характера воли к победе и тяжелого удара Гатти проложил себе путь но вот в один момент стали явные проблемы вот подобного стиля высвечиваться не то чтобы к нему можно как-то особенно привыкнуть ты либо принимаешь этот напор можешь не справиться либо нет но необходимость перемен необходимость учиться чему-то новому она возникла очень явно и вот тогда на сцене появился бадди магирд тренер тренер гатти вот сейчас слева на ваших экранах бадди магирд тиран войны во вьетнаме очень серьезный тренер очень хороший тренер вот он смог привить гатти нечто подобие бокса он сейчас он ему так рассказывает как надо подставлять плечи как надо защищаться от ударов даров т но так вот сумел сумел этот тренер сделать на какое-то время из гатти боксера и гатти начал удивлять всех в ринге техникой начал делать то чего до этого никогда не делал но я говорю я вам говорю об этом но при этом надо не забывать что вот эта техника она все-таки она была насажена гатти он не очень органично смотрелся в роли боксера как по мне доказательство тому было тот факт что практически в каждом бою гатти происходили моменты когда вроде бы даже ведя в бою гатти обязательно пропускал один-два удара и все ли тело вся техника все наставления все это шло коту под хвост и гатти вновь возвращался к своему любимому делу это рубиться рубиться и рубиться даже если соперник сильнее даже если он крупнее тяжелее удар быстрее это все неважно гатти верил в свой удар и очень часто он его доносил мы видели совершенно потрясающие бои мы видели как гатти по пояс в крови заканчивал бои нокаутами и вот сейчас гатти очень так неплохо обрабатывает дарафтея по корпусу гатти был известен как очень сильный панчер боди панчер его удары в корпус был действительно крайне мощными и вот уже несколько раз он очень неплохо попал по леонарду дарафтея пониже гатти видите пользуется сейчас как раз в режиме боксера находится но вот сейчас он пропускает очень неплохой левый удар гатти пропускает левый удар еще один на скачке он блокирует и вот в такие моменты я думаю где-то в углу у вадима гирта всегда прихватывало сердце лишь бы он не сорвался вот сейчас лишь бы не сорвался лишь бы продолжал боксировать но вот сейчас гатти видите так очень дисциплинированно очень дисциплинированно продолжает не хочу говорить играет боксера но боксировать продолжает не пытается он броситься вперед реваншировать какие-то пропущенные удары пока чего серьезно конечно и не было а вот дарафтея делать серьезную ошибку но играть ее делать пропускает удары и тут же пытается взвинтить темп тут же удары стали намного жестче но вновь гаттиксу удерживается того чтобы свалиться в грубый размен и я думаю он уже нашел вот этот вот угол для атаки вы обратили внимание предыдущий раунд и этот весь раунд дарафтей крайне высоко поднимал локти закрывая голову он высоко поднимал локти не защищая печень и селезенку я бы хотел сказать что это любительский такой знаете такая любительская ошибка любительском боксе не так много работают по корпусу но как бы едва ли такой опытный боксер имеющий за 250 любительских боев конечно наверняка должен был закрывать свою печень вряд ли у есть него пробелы в этом плане просто гатти его поймал хотя перед этим было несколько очень неплохих уже ударов по корпусу но все-таки дарафтей возможно действительно не хватало его опыта на тот момент любить профессионального но к слову бой в карьере дарафтей если мне изменит память стал последним в профессиональном на профессиональном ринге после этого боя леонард вернулся в румынию стал тренировать к слову данный момент является президентом федерации бокса румынии на является спортивным функционером такой вот серьезный дядя нашел себя на этом поприще ну не всем дан профессиональный ринг вот для гатте это была родная стезя вот такой баллон артура гатте давайте посмотрим с вами повтор три удара и дублирующий в корпус мощнейший вот в эти удары гатте выложился на сто процентов конкретно в этот как же открыть дарафтей очень грубейшую ошибку он допустил который гатте не применил воспользоваться да хороший был боем пускай артура гатте нам всем таким и запомнится очень неплохим боксером бойцом с великим большим сердцем бойцом который не знал что такое сдаться человеком оставившим свой след на ринге а на этом я с вами прощаюсь все вам доброго до свидания подписывайтесь на наш канал всем пока подписывайтесь на наш канал